Тот же час, то же место. Уже 10 лет эти бабушки встречаются у Акимата Алматы, чтобы передать свое обращение к президенту Назарбаеву. Это уже 128 по счету. Читал ли глава государства предыдущий 127, пенсионеры не знают. Ответ они не получали ни разу. Поэтому собираются на площади у Алматинского Акимата регулярно. Традиционно требуют повысить пенсии и снизить тарифы на коммуналку. Сегодня они горячо обсуждали еще одну тему. Интервью экс-Акима Алматы Виктора Храпунова, в котором бывший городоначальник заявляет, что президент владеет всей коммунальной империей страны. Якобы в 90-е годы он обращался к президенту с просьбой помочь пенсионеров. На что президент сказал цинично и лаконично, как пишет Храпунов. Что ты за них беспокоишься? Они свое отработали. Пусть умирают. Нам легче будет. Вы представляете, как говорит Храпунов, вся политика Казахстана была нацелена на то, чтобы пенсионеров стало как можно меньше. Мы задаем вопрос президенту уже пять месяцев. Неужели это правда? Неужели он такое говорил? Это пенсионерки рассказывают о том, как их встречают в общественной приемной Акимата Южной столицы. Попасть в главе города Ахмеджану Исимабу они пытаются уже полгода. Но ни возраст, ни трудовые заслуги не вызывают элементарного уважения к бабушкам услуг народа. Все они спрятались и пили чай. А когда мы зашли в кабинет, они хохотали, сидели, ржали над нами, над пенсионерами, над тем, что мы наивно приходим к ним и требуем свои права. Диалога с местными властями не получилось. И активистки двигаются к Алматинской резиденции президента, что находится по соседству, чтобы передать свое обращение Назарбаеву. Путь женщинам преграждают несколько десятков полицейских. Почему нас не принимают Аким? Вот вы вышли, парламентеры, оттуда. Ответьте нам. Ответьте, почему нас не принимают? Зачем вы вышли? Сегодня пенсионеры настроены решительно. Бабушки снова идут к Акимату, чтобы наконец попасть на прием к Акиму Исимову. Но градоначальник слишком занят, чтобы выслушивать и поговорить с теми, кто уже отдал стране свои лучшие годы и теперь доживает на скромную пенсию. Вы, чиновники, на наши деньги живете. Народа деньги. Вы понимаете, о чем идет речь? И вы так безобразничаете с нами. Аким не хочет с нами встречаться, потому что он первый нарушать наши права. За 10 лет в Алматы сменилось три Акима. Никто из них к пенсионерам так и не спускался. На все вопросы и требования старушек ответ один – запишитесь на прием и покиньте помещение. Но и этот путь в никуда. В итоге охрана Акимата справиться в одиночку с пожилыми женщинами, видимо, не смогла. Вызвала подкрепление. Пенсионерок вытолкали на улицу, а Райхана Мербекову подхватили под натруженные руки и увезли в РОВД. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Алматы, Казахстан. Расскажи тишине, маме.